Глава третья. Ах! Послушай! Эль-Индил закрылся рукавом от холодных хлопьев снега. Он замерзал. Несколько часов полёта по лютому холоду делали своё дело. Эльф чувствовал, как кочанёют пальцы на ногах, как морозный суховей закрадывался под кожу. Тёплый тулуп не помогал. Мне кажется, метель усиливается. Я вообще ничего не вижу. Ты знаешь, к нам вообще летим? Воздух становится разреженным. Судя по всему, мы уже близко к Трегорону. Предположил дракон, постепенно снижаясь сквозь пушистые облака. Потерпи немного. Внутри отогреемся. Я бы не был так уверен. Засомневался Эль-Индил. Смотри. Эльф указал вперёд. Дракон увидел знакомый вход в столицу королевства гномов. Сердце Хранителя Добра сжалось. На крепких воротах Трегорона, небрежно обитых мифриловыми скобами, вместо штандартов с гербом рода ульторов, развивались мозолившие глаза чёрные знамёна с красным посохом. Чуть подаль виднелись наспех сооружённые стражевые посты из досок и щитов, на которых возле костров ёжились от холода облачённые в тёмные доспехи стражники с копьями. Ого! Удивился Эльф. Укрепились так укрепились. Я даже боюсь представить, сколько их там всех внутри. Я вообще не думал, что Трегорон можно взять штурмом. Признался Дракон, взяв немного влево. Видимо, всё-таки нашли тайный вход. Нечего сказать. Действительно подготовились. Надо было зелень невидимости какой-нибудь подыскать. Мало ли бы помогло. А мы-то как проникнем внутрь? Задумался Эллендил. Подойдём, улыбнёмся и скажем... Добрый вечер! Как пройти библиотеку? Они будут в восторге. Особенно от твоей улыбки. Я помню, мы с дедом Мируэля хотели более идиотский план провернуть. Усмехнулся Дракон. Ладно. Если серьёзно, то есть у меня одна идея. Армите Норусу нужное оружие. А где его делать, как не в лучшей кузнице Единоземья? Скажи-ка мне, друг. У печей ведь должны быть трубы. Эллендил и Дракон посмотрели на гору и ехидно засмеялись, заметив чёрные клубы дыма, рассекавшие белоснежные облака. Я не уверен, что это была хорошая идея. Сказал Дракон, тяжело дыша. Работа в кузнице кипела вовсю. Удары молота по металлу эхом проносились по туннелю. Шипение пары от закаливаемых доспехов заглушали тихие разговоры. Жар от печи становился всё невыносимее. Ты держись там! Эллендил продолжал спускаться, с опаской поглядывая наверх. Какого энта я согласился лезть первым? Это же верх идиотизма! Как бы ты мне на башку не грохнулся! А, кстати, ничего, что мы с тобой тут беседуем? Услышать ведь могут! Не уверен, что кто-нибудь сквозь такую о-о-о-какофонию может что-то услышать. Усомнился Дракон и посмотрел вниз. Прямо под ним мерцали ярко-красные угли большущей печи. О, мы уже близко. А, а это... Вылезать-то как будем? Спросил Эллендил. Ты об этом подумал? Ну, вообще, я думал импровизировать. Признался Дракон. Потому что я первый раз пытаюсь влезть в тригорон через огромную печь. О, потрясающе! Вздохнул Эльф. Хотя, признаться честно, другого варианта я особо не видел. Надо как-то выкручиваться. Погоди, ты чего боишься? Тебе чешуя. Тебе эти ожоги не страшны. Ты... Ты на что намекаешь? Насторожился Дракон. Ну, ты ляг на угли, а я по тебе проболзу. Объяснил Эльф. Хранитель добра обешал от такого предложения. И с осуждением уставился на Эллендила. Ты чего, совсем с дуба рухнул? Возмутился Дракон. А мне как потом выбираться? Ну, выползешь как-нибудь? Улыбнулся Эльф. Пресвятые предки, какой же идиот. Ударил себя Дракон по лбу. Я ж ледяной Дракон. Сейчас мы отсюда вылетим. Погоди, стой! Только и успел выкрепнуть Эллендил, как Дракон набрал воздуха в легкие и направил поток ледяного дыхания прямо в сердце печи. Как только обжигающий холод достиг пламени, вверх по дымоходу устремились клубы белоснежного пара вместе с тучей серого пепла. Эллендил закашлялся, потерял хватку и упал на спину Дракона. Хранитель добра не удержался и рухнул на толстую ледяную корку, пропахав мордой кирпичную стену дымохода. Оба оказались в крайне непростом положении. О-о-о! Ты как, Эллендил? Простонал Дракон. А-а-а! Мама дорогая! О, Зевс! А-а-а! Черт! Ты мне когти! О, духи леса! Эллендил посмотрел на ногу. При падении когти Дракона вонзились ему в бедро, и теперь по запачканной сажу ультрамариновой чешуе стекали крошечные струйки крови. О, боги! Больно! Забеспокоился Дракон, пытаясь сориентироваться в пространстве. А-а-а! Естественно, больно! Прорычал сквозь зубы эльф. И каков ваш дальнейший гениальный план? Ваше добродетельство? Какого молота? Кто здесь? Послышался чей-то голос. Оба тут же притихли. Вот теперь точно влипли. Подумал Дракон. Послышались тяжелые шаги по каменной лестнице. Родин! Опять печь подушил? Где этот чертов бездельник? Сейчас же стражники нагрянут! Опять нас отчебучат! Только бы стража не позвал! Только бы стража не позвал! Умолял Дракон. Тсс! Шикнул Эллендил. Он нас услышит! Сюда вся королевская рать сбежится! Шаги были все ближе и ближе. Оба смолкли и затаили дыхание. Шаги уже были совсем неподалеку. Наши герои приготовились к худшему. Дракон набрал в грудь воздуха, готовясь при первой же возможности заморозить неожиданного гостя. Силуэт уже был возле края печи. Как только в проеме показалось чьё-то лицо, дракон тут же выдохнул, выпустив из груди поток ледяного дыхания. Эллендил ощутил жуткий холод и зажмурился. Печь покрылась инием. Через мгновение всё стихло. Эльф приоткрыл глаза. Что случилось? Пришёл в себя Эллендил. Почему вдруг так холодно стало? Да я это... Пробормотал дракон, пытаясь протиснуться сквозь узкий проход. В общем, недозорный это был. Что? Не поверил своим ушам эльф. В смысле недозорный? А кто тогда Цербер тебя задери? Сейчас всё сам увидишь. Ответил дракон и с трудом протиснулся сквозь проход, ёрзая, словно уш на сковородке. Ай! Воскрикнул эльф, почувствовав боль в бедре. Не ёрзай ты так лапой! У меня четыре дырки размером... Когти! Извини, постараюсь поаккуратнее. Ответил дракон. Как только хранитель добра вылез из печи, Эллендил последовал за ним. Но не рассчитал силы и рухнул на потухшей угле. Боль тут же сменилась удивлением. Перед ними стоял заледеневший рыжебородый гном с фонарём в руке. На его лице застыла гримаса ужаса и удивления, будто бы он увидел самого Танатаса. Дракон осмотрелся по сторонам и отодвинул бедолагу в сторону. Пресвятая Гера! Оторопел эльф, напрочь забыв о боли. Ты убил его! Спокойно! Рябкнул дракон. Живой он ещё. Я не сильно на него дыхнул. И недолго. Сейчас он оттает. Он схватился за шею и простонал. Это было неприятно. Так. Выдохнул эльф. Как ни странно, твой план сработал. А дальше что делать будем? Ну, для начала надо будет тебя подлатать. Предложил дракон. Эллендил посмотрел на разодранное бедро. А! Ну, да. Согласился он. Вытащи меня, пожалуйста. Хорошо. Кивнул дракон и аккуратно взял Эллендила на лапы. Только он хотел приподнять его, как эльф скрикнул от боли. Тише, тише. Извините, я в сараде. Я не хотел. Аккуратней ты! Ах! Проскрепел сквозь зубы эльф. Не мешок несешь. Там все плохо. Но я видел и хуже. Признался дракон, положив друга на каменный стол. Эллендил выдохнул и осмотрелся по сторонам. Кузница была действительно огромна. Вокруг стройными рядами стояли массивные доменные печи, в которых тускло мерцали догоравшие угли. На каменных столах лежали мечи, доспехи, наконечники стрелы, копий, шлемы, кольчуга, стволы мушкетов, пули, ядра, шрапнель. На полу были разбросаны пустые ведра. Так вот она какая. Кузница железного кулака гномов. Вот только служит она уже не им. Вздохнул дракон, на секунду взяв в руки мушкет со штыком. «Похоже, ты Норус зря времени не терял. Военную реформу проводят. Так, давай-ка сперва осмотрим твою рану». Дракон разорвал штанину и провел лапой по трем кровоточащим рваным отверстиям. Смахнув остатки крови, он сконцентрировался на лечебных силах. Из правой лапы полился яркий свет. Эллендил прищурился. «Сейчас все пройдет», – успокоил эльфа дракон. «Ну, все, готово». Чей-то стон привлек внимание друзей. Эллендил посмотрел за спину дракона. Заледеневший гном оттаял и теперь пытался прийти в себя. Эльф поспешил к бедологе на выручку. «Осторожно, осторожно». Он аккуратно усадил гнома на каменную табуретку возле печи и накинул на его плечи свой теплый камзол. «Вот так. Вы уж извините нас. Мы не специально». «Что? Что произошло?» Пробромотал гном и посмотрел на дракона. Он тут же переменился в лице. Каре глаза сосверкали счастьем, лицо озарило широкая улыбка. «Не верю своим глазам. Ваше благодетельство!» Гном радостно воскликнул и в порыве искренней радости обхватил шею Хранителя Добра. «Вы... Вы даже не представляете, как я рад вас видеть! Я уж боялся! Что вы, что вы!» Успокоил гнома дракон и обнял в ответ. Он чувствовал, как сердце бородатого кузнеца забилось сильнее. «Никогда не давайте отчаяния затмить ваш разум. Я жив. И всегда буду рядом в вашем сердце. А где все остальные?» «Так это... Отдыхают», — сказал гном. «Нас заставляют день и ночи на ковальне стоять. Все с ног валятся. Дают небольшой перерыв, чтобы поспать. Сейчас как раз то самое время. Да уж...» Вздохнул дракон. «Не позавидуешь. А... Простите, что прерываю...» Вмешался Эллендил и тут же осекся. «Господин... Меня зовут Бовар!» Представился гном. «Приятно познакомиться, господин Эллендил. Откуда вы меня знаете?» Удивился эльф. «Как же не знать-то вас?» Усмехнулся Бовар. «Вы же вместе с Туримаром плавали. Брат мне столько рассказывал о ваших приключениях!» «Постойте, постойте... Капитан Туримар... Ваш брат?» Переспросил дракон. «Все верно...» — закивал гном. «Старший... Мой племянник, то есть его сын... Ульмар... Решил пойти по стопам отца. Он очень талантливый. До адмирала добрался. Вот... Ничего себе!» Уважительно закивал головой эльф. «А где он сейчас?» «Не могу знать, Эллендил...» Признался кузнец. «Я слышу, что его флот отправился в поход... Но не больше...» «Бовар...» «Скажите... Вы знаете кого-нибудь, кто может помочь нам узнать, что это за символ?» Спросил дракон и повернулся к гному спиной. «Моих знаний тут будет маловато...» Признался кузнец, прикоснувшись к символу на шее дракона. «Но я знаю, кто сможет вам помочь. Наш библиотекарь Антор. Мой брат. Он все книжки перерыл там. Лучше у него никто не разбирается во всяких древних символах. «Вы сможете провести нас к нему?» Спросил Эллендил. «Конечно!» Закивал Бовар. Он скачал с места, побежал в сторону темного угла кузницы, который был забит всяким ненужным хламом, и принялся хаотично разбирать завалы. «Поможете?» Друзья поспешили на выручку. Вскоре от завалов не осталось и следа, и перед зазумленным драконом Эллендилом появилась лестница вниз. «Все запасные выходы из Тригорона идут через библиотеку», объяснил Гном. «Это одно из самых просторных помещений Полиса. Поэтому, в случае, если придется уводить всех из города, давки не будет. Скорее, идем!» «А почему никого не эвакуировали?» спросил Дракон. «Не успели ваше богатительство». Вздохнул Гном и начал спускаться вниз. «Они настолько внезапно появились, что мы не смогли понять, что произошло. У нас небольшой гарнизон остался. Куда там до обороны?» «А что с королем?» поинтересовался Эллендил. «Он в это время находился в одной из колоний», пояснил Бовар. «С тех пор мы ничего от него не слышали. Вам тоже сказали о том, что армия разбита?» спросил Дракон. «Да, вздохнул Бовар». «Еще несколько дней назад главнокомандующий Ардеман получил приказ встретиться с армиями Союза на границе. Говорили, что там собирается большое войско. После этого он собрал ударную мощь войска Тригорона и отправился на помощь. Все докликовали. Танки сверкали блестящей золотой броней. За ними катились бронемашины с мушкетерами и тащили огромные пушки за собой». Поистину потрясающее зрелище. Но назад они уже не вернулись. Вместо них пришли воины с черными знаменами и ярко-красным посохом на них. Тогда нам стало ясно, что настали темные времена. «Теперь они, эти разбойники, повсюду. Они держат нас в страхе, заставляют нас трудиться, пока Гипнос не заберет нас в свои объятия покоя. Они отняли у нас нашу свободу, нашу гордость». Вдруг гном остановился и потянул за рычаг. Перед нашими героями открылись мощные железные двери. Драконы Эллендил не могли поверить своим глазам. Перед их взором показалась огромная комната, заставленная высокими каменными стеллажами, на полках которых хранились тысячи книг и летописей. «Они отняли у нас нашу свободу, нашу гордость». Вдруг гном остановился и потянул за рычаг. Перед нашими героями открылись мощные железные двери. Драконы Эллендил не могли поверить своим глазам. Перед их взором показалась огромная комната, заставленная высокими каменными стеллажами, на полках которых хранились тысячи книг и летописей. «Ого!» оцепенел дракон. «А я думал, в лойере или библиотека большая?» «Как вам удалось сохранить столько знаний?» спросил Эллендил, подойдя к стеллажу и взяв с него книгу. «Как бить эльфов? Серьезно? Тут есть очень старые книги!» усмехнулся Бовар. «Янтор, как говорят, все из них успел прочесть. Вот правда, рассказать он о них уже не может». «А что с ним случилось?» полюбопытствовал Эллендил. Не успел Бовар ответить на вопрос, как из-за стеллажа вышел упитанный белобородый гном, у которого в руках была толстая книга. Он посмотрел на Хранителя Добра и тут же засиял от восторга. Его лицо расплылось в искренней улыбке. Дракон увидел, что тот хочет что-то сказать, но вместо этого гном положил ладонь на горло и отвел взгляд. «Антор!» вздохнул Бовар. «Не бойся, иди сюда!» гном быстро подошел к нашим героям, аккуратно положил книгу на стол и улыбнулся. «Здравствуй!» поприветствовал гнома Дракон. Антор улыбнулся и протянул Дракону руку. Хранитель Добра ответил рукопожатием. В его глазах было столько радости, столько неподдельной детской наивности, что Дракону казалось, будто бы перед ним сам проказник Эрот. «А что с ним случилось?» спросил Эйлиндил. «Когда пришли захватчики, мы с Антором дописывали летопись». Начал Бовар. «Солдаты с рисунком красного посоха на щитах ворвались в библиотеку и принялись что-то лихорадочно искать. Они сбрасывали с пола книги, вырывали страницы, переворачивали стеллажи, нас с братом схватили. Брат знал больше, поэтому его больше всего и пытали. Били, резали. Я пытался помешать, но меня держали двое крепких верзил. Я ничего не мог сделать». Они спрашивали про второй том истории Диноземья, где он спрятан, но он был нем, как заглушенный двигатель парового танка. Тогда он сказал, что, раз мой брат не хочет говорить, он навсегда заставит его замолчать. «Да он направил на него посох и…» В этот момент Бовар тяжело вздохнул. На глаза Антара навернулись слезы. Он всхлипнул, утер нос и отвел взгляд в сторону. «Может, я смогу помочь?» Спросил дракон. Он подошел к Антару и протянул лапу к его горлу. Еной гном отпрянул назад и с недоверием посмотрел на дракона. Хранитель добра присел на корточке и посмотрел прямо в глаза библиотекарю. «Не бойся, я вылечу тебя. Просто доверьте мне, хорошо?» Гном посмотрел на брата. Бовар успокоил его и показал, что все будет хорошо. Антар закрыл глаза и приготовился к худшему. Дракон тем временем поднес лапу к шее гнома и тут же темное помещение озарил яркий белый свет. Все прищурились и отвернулись. Антар чувствовал, будто с горла спадают кандалы, будто бурный ручей пробивает завал днемоты. Через несколько мгновений все было кончено и дракон убрал лапу. И что? Помогло? С волнением прошептал Бовар. Должно было помочь. Ответил дракон. Возможно, голос окончательно пробьется чуть позже. Антар, ты знаешь, откуда этот знак? Дракон повернулся к гному спиной и показал шею. Гном присмотрелся. В ту же секунду его глаза засверкали, он закивал, вскочил с места и принялся хаотично перебирать книжные полки в надежде найти нужную летопись. Не то, не то, не то. Книги летели на пол вместе с руанами ошметками изгинувших документов. Наконец, он остановился, взял в руки ветхую книгу серой обложкой и сдул с нее пыль. Быстро подбежав к друзьям, он положил книгу на стол и стал лихорадочно листать страницы, чтобы найти нужный раздел. Ни дракон, ни эльф не успевали уследить за страницами, которые, казалось, словно волны накатывались одна на другую. Буквы, картинки, буквы, картинки, эльфы, гномы, орки, воины. И вот шелест страниц прекратился. Гном сдул пыль со страницы и указал на параграф. Стумер трат. От основания до падения. Гласил заголовок. Дракон на мгновение остолбенел. Для него это были не просто буквы. В голове закрутился хоровод жгучих воспоминаний, терзавших душу. Крики, стоны, кровь, мольбы о пощаде, смерть, боль, отчаяние, страх. Посмотрите, ваше благодетельство. Голос Бовара вернул дракона из омута кошмаров. Хранитель добра посмотрел в место, куда показывал Антар. На странице книги была нарисована остроконечная снежинка с множеством черточек вокруг. Да-да-да-да-да, это она самая! Затараторил Эллендил. У тебя на шее такая же отметина! Что она значит? Ваше благодетельство. Прошептал Бовар. Антар раскрыл рот от удивления и посмотрел на дракона. Вам известно ваше настоящее имя? У меня никогда его не было. Дракон напрягся. Что там? Что там написано? Ваше добродетельство. Знак, что у вас на шее символ королевского рода династии Ледозубов. Восхищенно пробормотал Бовар. Вы хладокрыл первый миротворец. Сын Ледозуба третьего. Последний король стумертрада. Хранитель добра оцепенел. Его сознание будто раскололось на тысячи крупиц. Прошлое, покрытое мраком тайны, открылось ему. Дракон схватился за голову и присел на пол. Ну и дела. Вздохнул он. Так вот почему тот дракон назвал меня недобитком. У меня столько вопросов, как я оказался в кузнице и почему и в то же время какое-то странное ощущение пустоты в душе. Я король несуществующего королевства. Так вот кто ты на самом деле. Иландил усмехнулся. Надо будет похвастаться как-нибудь. Постойте, постойте. Антар что-то нашел. Воскликнул Бовар. Что там? Переспросил дракон и вновь подошел к столу. Антар указал на последнюю страницу. На ней не было ничего, кроме загадочной фразы. Лишь стумертрада наследник нас должен сказать, чтобы в мгновение дорогу домой отыскать. Тут же все очевидно! Радостно сказал Бовар. Прочти его! Ладно. Ответил дракон и повторил слова. Холодное дыхание коснулось страниц. К удивлению всех, на карте начали появляться рисунки гор, рек, равнин, лесов и полян. Наверху показались крылья, снизу надпись. Дом ждет сын стумертрада. Тут же в самом углу карты Единоземья показалась огромная гора, на которой появились нарисованные следы когтей. Все ахнули. Ты это видел? Засмеялся Эйлендил. Ты это видел? Пресвятые ротодорцы! Мы нашли путь в стумертрад! Пришло время вернуться домой. Кивнул дракон. Он понимал, что ему предстоит вновь встретиться с кошмаром трехсотлетней давности лицом к лицу. Что ему вновь предстоит пережить те ужасные дни. Что его душу вновь истерзают крики тысяч душ, погибающих в апогее войны. Внезапно его размышления прервало глушительный стук в дверь, словно в библиотеку ломились тысячи демонов Тартара. Именем владыки Тайноруса откройте! Мы знаем, что мятежники скрываются у вас! Доносились голоса. Цербер их затери! Выругался Эйлендил. Как они узнали? А я что знаю, что ли? Воскликнул Бовар. Крятье! Хорошо, хоть дверь заперта. Здесь есть запасной выход? Спросил дракон. Конечно! Кивнул Бовар. Отсюда можно пройти до ангара. Отлично! Сказал Эйлендил. Тогда нужно скорее вносить ноги. Ведите! Хорошо! Согласился гном и обратился к брату. Антар, я уйду ненадолго. Надо привезти хранителя добра. Антар был напуган. Он тяжело дышал. Ну-ну-ну-ну-ну. Не надо тут этого. Братежка, уж одна команда. Мы друг за другом горой. Послушай, ты ведь помнишь про голубя нашего? Антар закивал. Ага. Он ведь помнит дорогу до Альбатрина. Там рядом наш аванпост. Может, там еще остались войска. Напиши, чтобы они пришли на помощь. Сначала к нам, а потом и в Эльдорас. Скажи, пришло время вновь дать отпор врагу. Вместе. Хорошо? Антар не выдержал и бросился на шею брату. Слезы ручьем текли из его глаз. Он столько хотел сказать ему, столько слов накопилось за все эти дни, готовых вырваться наружу. Но ответом на слова брата было лишь гробовое молчание. Нам пора! воскликнул дракон. Двери уже не выдерживали ударов тарана. Ладно, ходу! Бовар толкнул брата и ринулся к запасному выходу. Дракон и Элендил ринулись за ним. А Антар схватил стул и поспешил баррикадировать дверь. Нужно было выиграть время. Лестница казалась не была конца. Пролет за пролетом наши герои все глубже и глубже опускались в чрево огромного полиса. То слева, то справа мелькали факелы, словно светлячки в кромешной ночной тьме. Скорее! Сюда! Бовров внезапно повернул влево и остановился у двери. Он толкнул ее вперед. Дверь не поддалась. Он толкнул сильнее безрезультатно. Чтоб меня Харибда проглотила! Заперто! А ну-ка дайте я! Дракон вышел вперед и выдохнул. Поток ледяного дыхания проморозил замок. Хранитель добра разбежался и врезался в дверь. Замок не выдержал. На пол упали замороженные крупицы льда и дверь со скрипом отворилась. Ха! Вот она морозная свежесть дыхания! Усмехнулся Бовар и пошел вперед. За мной! Друзья поспешили за ним. Они оказались в просторном помещении, в котором стройными рядами стояла военная техника гномов. Паровые танки, бронетранспортеры, пушки, самоходные осадные мортиры. Элендил с драконом на мгновение застыли на месте, пораженные мощью гномия инженерной мысли. Че вы застыли-то? Рявкнул Бовар. Потом еще насмотритесь. За мной! Только тихо. Наверняка нас уже слышали. Так, 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 где же он? Всегда хотел вблизи увидеть этих гигантов. Восхищенно пробормотал Элендил, прикоснувшись к обитой броню и махине, в бойницах которой виднелись стволы мушкетных батарей. Сейчас вы увидите гораздо больше, гордо сказал гном. Я раньше служил в пронетанковых войсках Тригорона. Мой командир был внуком одного из командиров экипажа, который участвовал в битве на кельтарийских равнинах. Да, он видел, как подбили танк короля. Тяжелое было зрелище. Ого! Удивился дракон. А почему ушли? Меня направили в запас. Объяснил гном, открыв люк. По состоянию здоровья. Ладно, залезайте, а то... Речь гнома прервал мушкетный выстрел. Гном исчез внутри танка и принялся заводить двигатель. Быстрее внутрь! Сейчас тут такая веселуха начнется! Дракон и Элендил медлить не стали. Наши герои под грохот выстрелов запрыгнули на броню и юркнули внутрь. Элендил залез в башню, а дракон протиснулся сквозь боковой люк. Люки! Люки закройте! Закричал Бовар, разогревая паровой котел. Твой же, твой же, родной! Заводись! Бовар, быстрее! Занервничал дракон, передав мушкет Элендилу. Они наверху! Сейчас вскроют! Терпение! Сейчас заведем! Ответил гном, дергая рычаги. Котел начал шипеть, внутри становилось снаружи, повалил пар. Наконец, раздался знакомый грохот мощного парового двигателя, и Бовар радостно захохотал. Ха-ха! Ну все, ребятки! Держитесь! Сейчас мы покажем, как гномы воюют! С этими словами, гном скачал на место водителя, схватился за рычаги и что из силы надавил вперед. Бронированный монстр взревел, сорвался с места словно дикий мустанг и покатил в сторону крепких железных ворот. Солдаты Тейноруса в панике побрыгали в стороны, некоторым повезло меньше. Крепкие железные колеса, переломав все кости, оставили от них лишь кровавые пятна и заставили замолчать навеки. Танк понесся в сторону ворот ангара. Бовар увеличил скорость, и танк влетел в ворота и разбил замки прочным железным носом. Ворота слетели из петель и с грохотом упали, придавив нескольких стражников. Танк еще быстрее понесся вперед. Внутри стоял страшный грохот. Рев двигателя чуть не свел дракона с ума. Ага, ну держись! Захохотал гном, выруливая на дорогу к центру полиса. Увидите ублюдков, стреляйте из всего, чего можете! А как? Спросил Эйлендил. Вы же первый раз внутри танка! Что? Крикнул гном. Говорю, как стрелять! Прокричал Эйлендил. Видишь орудие справа? Спросил Бовар. Ага! Подтвердил эльф. Отлично! Воскликнул Бовар, на полном ходу разметав блокпост. Это ленточный мушкет! Нажми на спусковой крючок снизу! Остальной этот красавец сделает за тебя! Понял! Крикнул эльф и прильнул к орудию. В прицеле проносились всадники с бомбами. На пререз мчалась пехота, чтобы поставить мины. Танк на всех парах мчался по незнакомой улице полиса. Эльф нажал на спусковой крючок и оглушительный грохот залпов один за другим потряс тесное помещение. Пули вылетали одна за одной, пробивали броню и щиты. Пехота и всадники падали на холодный скалистый пол. Залп! 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 Эйлендил чуть не сошел с ума от постоянного грохота. Дым заволок тесное помещение. Дракон тем временем заряжал главную пушку. Ха-ха-ха! Держись, пехота! Сейчас мы из вас таких танкистов сделаем! Захохотал Бовар, ведя танк по главной улице. Машина сбивала всадников, давила пехоту, разбивала укрепления баррикады. Солдаты Тейноруса пытались попасть по неуломимому танку из пушек. Из других ангаров в погоню ринулись и другие машины. Но наши герои были уже далеко. Уровень за уровнем, уровень за уровнем они неслись вперед, не обращая внимания на солдат Тейноруса. И вот, когда впереди показался выезд из города, Бовар воскликнул. Мы почти на месте! Сейчас ворота раздербаним и на волю! А дальше разделимся! Я отвлеку их и поеду в сторону Лориеля. А вы выберетесь и рванете к стомертрату! Ясно? Ответил дракон. Машина неслась и неслась, шаг за шагом сокращая расстояние до ворот. Корпус танка ломал дома, разбивал в щепки аванпосты. Металлические колеса давили пехоту и знамена. Двигатель раскалился до предела. От жары дракон чуть не потерял сознание. Тысяча шагов. Восемьсот. Пятьсот. Триста. Двести. Сто. И вот, когда танк был уже у ворот, страшный взрыв потряс боевую машину. Дракона Елендела подбросила вверх. Все завертело словно в бочке. Леска металла, крики, пламя, ошметки металла скрипят на зубах. Еще удар и машина остановилась. Жгучий пар заволок пространства. Дракон приподнялся и схватился за голову. Нечем дышать. Внутри настоящий тартар. В борту огромная дыра. Дракон ощутил морозный холод. Выбрались. Промелькнула мысль. Снаружи крики солдат Тейнорус становились все отчетливее. Все целое. Спросил хранитель добра. Элендил откашлялся и выпался из-под железного ошметка брони. Я в порядке. Сказал он и посмотрел по сторонам. Боба! Эльф бросился на помощь раненому гному. Тот еле дышал. Из его тела торчали окровавленные осколки. По лицу стекала кровь. Бегите. Простанал сквозь невыносимую боль гном. Я выжил. Выграю для вас время. Мы вас вытащим. Воскрикнул дракон. Нет времени. Стиснул зубы гном. Они скоро оправятся отжог. Никого не оставят в живых. я я их отвлеку. Вы летите в стумер трат. Вы должны остановить войну ради свободы. Ради нас всех. Ради Антара. Для меня было честью познакомиться с вами. Ваше благодетельство. И с вами Элинтил. Бовар взял спички и потянулся к пороху. Идите! Скорее! Дракон кивнул, схватил Элинтила за руку и рванул к выходу. Бовар наблюдал, как хранитель добра и его друг выбегают на ослепительно белый снежный ковер. Силы оставляли его. Враги все ближе. Дым режет глаза. Огонь подбирается, крадется к нему, пожирая руки и ноги. Слышит Бовар, как стучат по броне солдаты Тейноруса, как кричат они, хотят взять в плен. Как бы не так, гном зажег спичку. Вдох, выдох. Рука тянется к черной крупе. Вдох, выдох. Прости, Антар. Промелькнула мысль. Вход в Тригорон потряс страшный грохот. Столб пламени и дыма взметнулись ввысь, ослепляя подоспевших солдат. Те, кто были ближе, стали живыми факелами, кто чуть дальше, жертвами осколков брони. Танк разлетелся на горящей ошметке. Земля вокруг стала морем огня. огня. самогласно раздался по Тригорону. И крик этот, крик боли, скорби, жажды мести и борьбы полетел во все уголки, где были гномы. Полетел и разбил оковы отчаяния и страха. Полетел и разбудил в сердцах отвагу и доблесть. Этот крик стал началом борьбы. Борьбы за будущее Единоземья. А драконы Эллендил все отдалялись и отдалялись от места трагедии, держа путь к давно забытому дому, чтобы сразиться со страхом темного прошлого.